Производственные базы, посевные площади и животноводческие фермы. В Слободейском районе самое большое количество сельскохозяйственных земель. Цель визита Татьяны Туранской не только проверить эффективность их использования, но и выслушать предложения от самих аграриев об улучшении их работы. Солома на этом поле сохраняет тепло. Под ней зреет итальянский сорт клубники. Руководители фирмы говорят, культура рентабельная. В этом году площадь посева увеличили с 12 гектаров до 16. Причем место выбрали удачное. Рядом река, откуда поступает вода для капельного орошения, и село, из которого приезжают рабочие. Здесь близко подъездные пути, то есть собранная продукция сразу. То есть это место очень выгодно с точки зрения выращивания этой культуры. В ассортименте фирмы еще овощи, фрукты, зерновые. Есть и свое место для их переработки. Бывший завод «Октябрь» в поселке Красное, теперь одно из подразделений Рустоса. Здесь стоят новые линии по заморозке овощей, аппараты для консервации. Только в этом году в производство фирма вложила около 2 миллионов долларов. Даже если в банки обращаемся и берем, да, не отказывают, но процентная ставка большая. Это первое. Второе – короткий срок. Для таких предприятий и для такого дорогостоящего оборудования нужны кредитные ресурсы. Сроки, может быть, длинные. Ну и, конечно, процентная ставка тогда, оно быстро будет развиваться. Говорить о том, насколько он высок, это еще рано, потому что нужно проводить экономический анализ деятельности и рассматривать, в какой степени затратную долю играет процент кредитных ресурсов в общей себестоимости продукции. Рустос только начало. Председатель правительства также посетила фирмы «Интерцентр Люкс» и «Агростар». А уже завтра Татьяна Туранская планирует объехать предприятия в Террасполе, Терновке, Парканах и Бендерах. Она отметила предложение и пожелания аграриев, обсудят по завершению объезда всей республики.